Добрый день. При анализе продаж часто возникает такая задача, когда нужно оценить эффект от некоторого изменения. И если это изменение носило локальный характер, то есть произошло в определенный момент времени и было не везде или затронуло не всех, то тогда мы можем достаточно точно это сделать. Что я имею ввиду? Например, была акция в определенных магазинах, а в других магазинах сети этой акции не было. Либо была акция на определенные виды товаров, а на другие товары акций не было. Либо были выставлены рекламные щиты в определенных городах, а в других городах их не было. Соответственно, у нас есть некая тестовая сущность, там где произошло изменение, и контрольные сущности. Например, контрольные магазины, в которых этого изменения не было. При этом оно действовало определенный период времени. У нас есть некий период для сравнения, с которым мы будем сравнивать. Это может быть предыдущий месяц, либо предыдущая неделя, либо аналогичный период прошлого года. При этом сразу нужно отметить, что в тестовых сущностях и в контрольных даже без всякого изменения была какая-то разность в ключевом показателе, который мы будем анализировать. Например, это продажи. Даже суммарно в тестовых сущностях у нас были продажи 5 единиц, а в контрольных 4. То есть без всяких изменений в базовом периоде у нас 25% разность. Когда мы сделали некоторые изменения, у нас рост отличия составил 50%. И здесь многие допускают такую распространенную ошибку. Они начинают вычитать 1% из другого. Соответственно, 50 минус 25 получается 25%. Это неправильно. На самом деле рост нужно считать по следующей формуле. Нужно сначала прибавить к единицу и к числителю и к знаменателю разделить одно на другое и уже потом вычитать единицу. Соответственно, получится рост 20%. Почему это так? Как доказать, что рост здесь не 25%? Давайте посчитаем по-другому. Посмотрим, какой был рост к базовому периоду в контрольных сущностях наших. А он составил в данном случае, в данном примере 50%. А в тестовых 80%. Соответственно, если бы мы вычитали 1% из другого в этом случае, то у нас бы получился рост 30%. Получается, что в одном случае он у нас по одному способу 25%, по другому 30%. И некоторые недобросовестные менеджеры для того, чтобы приукрасить результаты своей деятельности, они как раз показывают вот по этому способу разницу в 30%. Либо у них там случайно получается, что там разность 25%. И тот, и другой способ неправильный. А правильно считать, опять же повторюсь, прибавить сначала к этим процентам в единицу. И только потом делить одно на другое и вычитать единицу. Можно чуть короче это сделать, что то же самое, по следующей пропорциям. Теперь мы рассчитали правильный процент роста, в данном случае он составил 20%. И нам нужно рассчитать абсолютный эффект от изменения. Соответственно, мы должны наш показатель, допустим, это продажи, умножить на данный процент и разделить на ту величину, которая была бы, если бы нашей акции, нашего мероприятия, нашего изменения не было бы. То есть на единицу плюс данный процент роста. И тогда мы получим рост в абсолюте полторы единицы. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, это короткое видео было вам полезно и вы будете правильно считать рост продаж. Желаю вам роста продаж. Спасибо большое за внимание.